С точки зрения бессознательного, смотрите, наше подсознание, оно ведет нас, нас ведет самым выгодным, самым полезным для нас образом по жизни. И каждый шаг, который мы производим, мы производим уже заранее просчитанным путем. То есть подсознание, или наше сознание, или мир, ну, там, Бог полез, как хотите назовите этот момент, уже заранее знает, какой нам нужно сделать шаг для того, чтобы мы комфортно, приятно пришли в точку Б, например. И при всем при этом нам предоставляется право выбора. Но человек такое существо, которое ничего без выгоды для себя делать не будет. Даже если эта выгода совершенно неосознанная, вот, все равно это выгода. Ну, простой пример. Я вчера об этом не говорил, а сейчас. Вот есть маленькие дети, они пошли в школу, у них начинается, там, серьезный, там, обучающий процесс, завтра у них контрольная, там, или самостоятельная работа. Что они делают, как правило? Они начинают болеть. Ну, плохо же, да? Ну, плохо же. Какая выгода у вас тут? Выгода в том, что, а, делать уроки не надо, б, спи сколько хочешь, ц, мама хлопочет над тобой, там, покупай все, что ты хочешь, пьешь лимонад и ешь, мороженое, конечно, не ешь при прослуде. Ну, то есть, вот, самое первое, что всплывает в голове, выгод миллион, очень много. Мы, мы живем по двум принципам. Первое, делаем каждый раз выбор, а выбор мы делаем, исходя из нашей выгоды. Даже если мы в какой-то ситуации, совершенно неприятной, совершенно непонятной, мы попали в эту ситуацию из выгоды, потому что эта ситуация нам выгодна сейчас. Выгодна. Вот, допустим, та же самая авария, мы попали в эту аварию, потому что эта авария нам выгодна. Вот сейчас, на данный момент, она нам выгодна. А если найти эту выгоду, нужна ли потом ситуация? Нет, ее просто не будет, она не будет повторяться. Ситуация повторяется тогда, когда не извлечен урок. Не вытащена выгода оттуда, не вытащена то положительное, что несет за собой ситуацию.